конечно добрый день добрый вечер доброе утро точно уже нет ни у кого но то добрый день и добрый вечер здоровый здравствуйте а у мусульман сегодня праздник с праздником на врус а не намаз дело в том что и оказывается не у всех как я понимаю ну в общем это все по ходу нужно же так зашла кто-то кого-то поздравляет она спрашивает а вот это да а у нас которые православные но он не не во всех старого эти дашки снг не везде вроде бы как отмечать не знаю не буду говорить ребят мы попробуем сегодня посиделки честно говоря я подзабыла как это делается просто у нас они какие-то всегда были начиналось вроде ничего потом были тематические все ну какая-то тема обсуждалась сегодня ну проба пера давайте начнем с изнова сейчас я буду готовить запеканку которую говорю просили очень много раз показать владимир георгиевич будет работать миксером сегодня я сегодня дежурный миксер дежурный миксер объясняю почему уже говорила но еще раз повторюсь потому что у нас нет воды она будет аж в 5 часов вечера и пяти часов вечера посуда грязная не помещается уже в мойку это ужасно поэтому мы обойдемся минимум посудой минимум будем пачкать и значит мне надо отделить я буду сегодня такую делать запеканку я когда утро мое готовлю перед тем как ребята проснулся я все сразу смешиваю но сегодня я хочу чтобы владимир георгиевич повзбивал яйца поработала поработала поэтому сейчас мы отделим желтки от белка уже как неудобно работать сидя вот в этом плане а нам хоть камни ворочить я могу конечно вот рассказываем про воду что у нас сейчас запустили симферополь еще один водовод вот но дело в том что мы все равно этого не почувствовали это какие-то другие районы почувствовали на 100 тысяч жителей которые будут обеспечиваться вот этой водой горячую воду все равно подавать не будут пока вот но с водой конечно ну как мы привыкли уже конечно ну когда нам дают такой праздник вам делать и дают круглые сутки воду мы знаете уже привыкли это подарок привыкно дело то что привыкли экономить и даже как-то уже течет вода начинаешь ее как-то так ну в общем собирать в туалете сливать ковшиков хотя уже можно слить в общем вот так да ну что у нас еще интересно у нас все интересное вообще-то в принципе очень много делают дорог очень много вот только еще вот дворовые сделали проезды потому что так владимир это тебе это тебе венчик это тебе немножко чуть-чуть соли и взбивает я бы рассказал анекдот но даже в эфире а и люди смотрят нельзя не расскажет ай-яй-яй так а у меня пачка буду делать с пачки творога потому что у меня форма если сделаю больше будет вылазить не хочется форму будет ворот у меня главное чтобы содержание я пользуюсь именно этим творогом для все для всей горячей обработки лучше я не обманет они опытные растираю подорожали у нас яйца уже говорила вообще не понимаю почему дорожает ну не понимаю давайте не будем о печальном будем о хорошем посмотрим какая будет весна хочется уже конечно к морю выехать подышать просто если бы если бы мы знали что будет два дня такая погода хорошая как сегодня можно было ехать вчера со снегом хорошая погода расскажи пожалуйста про театр про гастроли что уже открыли сколько-то там процентов ну так рассказывать сейчас уже заполняемость зала разрешают все миксер работает вога мы не только воду еще или три стояга 0 пока дед жив так значит пачка творога яйца теперь мне сюда нужна сметана по моему же все до устойчивых пиков до устойчивых пиков задолбаешься конечно получится я взбивала два дня я завтра мне на работу я я прянусь сметану я вот последнюю здесь у меня не хочу банку новую открывать где-то получается у меня три столовые ложки сметаны в принципе не испортит но конечно перелить не переливать не надо на пачку творога два яйца три столовые ложки сметаны говорите громче но не слышно знаете это они хорошие его сейчас расскажу да это хороший веселый такой не то что сегодня про молдаванку в интернете где-то мужик приходит нужен у отправил роддом ну ему звонят тело случилось он приходит ну и там доктора встречать доктор мальчик нет девочка нет ну а какие ручки нет а ножки нет так покажите что есть ему вынуть это вот такое ухо здоровое говорите громче она не слышит такой черный юмор честно какой есть лена она уже выплескивается уже до устойчивых пиков хорошо хорош да хорош больше не надо и сразу туда а то я в камень забью потом пили к нам нет просто можно перебить и будет уже вода что здесь завода получает будешь курить и брошу опять не перестану курить я буду пить не брошу теперь теперь если не то что даете перемешиваем давай я буду мешать у меня лучше получается рассказываю пачка творога 2 яйца отдельно желток с сахаром сахар по желанию кто любит сладкое больше кто любит сами понимаете кому можно сахар слушать никому нельзя сахара замените бум 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 туда если фанатизма до 3 столовые ложки сметаны сливочное масло я тут мягкая купила не это ты наверно топталась по нему да я думаю что вот красиво уже исполняешь красиво значит сливочного масла это получается тут грамм 70 да тут больше грамм 100 нет ну вот в общем короче тоже короче рам 70 70-100 это туда размешивается теперь где-то ванильку дай пожалуйста теперь сюда же идет пахнет так вкусно название ванилька да у нас много таких странных названий первая очередь вассирень такой красивый цветок и такое мерзкое у него название сирень сирень все и масло размешалось сейчас теперь мы сюда вводим манку сюда идет манка манки мы положим манка это такая пшеничная штука столовые ложки раз сейчас по консистенции надо чуть подождала постояла манка ну и сейчас сначала замесим замесим как в этом сейчас я как все это дело замесил по моему теперь уже должна настаиваться еще белок а ну-ка дай попробую не могу надо ложку провернуть я аж не не доверяю не делая не все золотым ручкам не доверяю все нормалек хватит хватит и и и ну я не могу одновременно и крутить и тут надо а тут надо так вот прямо все сразу это очень аккуратно снизу вверх да вот уже первая грязь пошла это чем-то залить этот фильм был первая кровь а у нас первая грязь вот друзья представляете если вдруг со мной что-то случится никто тут ничего не приготовит загнемся с голоду подохнем нет будете вот бургеры кушать терпеть их не могу не почему-то не люблю этот фастфуд весь а я фуд люблю фаст нет а фуд люблю причем вот самое интересное берет в маленькие во дворе кушали выходили кушали хлеб с маслом все никогда не ела почему-то пирожки я на улице не могла кушать хотя вот эти вот тошнотики у нас очень вкусные готовили пирожки с повидлом не очень но с этим северами я не брала никогда но были очень вкусно с картошкой с повидлом ватрушки с капустой были да и вот кушать все покупают и тут же начинают кушать я так все я начинал я не могу мне надо домой принести 10 пирожков покупаешь пока пришел домой один из нас ну вот они у нас очень вот на пушкина в там окошке ой какие вкусные но самое вкусное дело вот этот дед который на углу стоял возле первого магазина мы зима ночи стоял ларек а ты так и говори угол пушкина и горько они кресты да черная аптека это крестики вот там стояла будка там очень вкусные готовил караинск не готовил привозить ему возили возили но там заправлял там у него стояли такие металлические длинные штуки в них пирожки накладывалась крышкой закрывала чтобы не горяченькие потому что там вода и не всегда горячим во всех столовых и это молоко на разлив в стакан молока можно было взять и мы его не пила молоко не любила одну водку и вот эти вот пирожки конечно были чудесные и еще на канал маркса сидел дед то такой старый старый еврей и за кто ему пек их но он продавал они такие с бортиком были на карла маркса он сидел возле сейчас я тебе скажу где эти пуговицы были магазин там сидел там где магазин пуговицы там сидел еще чуть ближе сюда к кирова сидел дед который каллиграфический подписывал открытки он сидел и на горького о каким почерком подписывал я не помню сколько это стоило но как он писал у него этот черчич деревянный чемоданчик на ногах и он вот это открывает там чернильница там ручки всякие разные с разными перьями гусиная лапа красиво подписывал открытки а этот еще который вырезал это тоже две минуты в спартаке в спартаке вот этот который до возле спартака и возле цирка ходил и вырезал причем очень очень похожа и быстро нужно быстро тык-тык-тык-тык-тык-тык раз и вырезал такое тоже было развлекалого где-то они попробуют но дед помер это понятно это тоже сейчас да но он как-то быстро мало очень работал то ли его аферистом сочли но в общем в этом случае он очень быстро исчез недолго он был как недолго пару лет то был но здорово конечно много было но самые вкусные пирожки это были караимский и объясню опять почему потому что там лук лук а там был настоящий фарш это я теперь понимаю там был настоящий рубленый фарш там крупно было так крупно там был лук порубленные не 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 через мясорубку фарш порубленный людей и больше всего я сколько дома не делаю меня не получается был бортик как они его делают бог его знает прям такой хороший хороший бортик этот за счет этого бортика там было очень много юшечки юшечка там было конечно супер да вот это вот этих я как-то так очень интересным не очень вкусно и потом потом пирожки были караимские эти обычные потом стали в трубочки такие вот делать палочки потом стали делаться слоеным тестом они были они были они были перед трубочкой были обычно обычно когда автомат уже стоял там трубочка и на рынке был такой же на карла маркса стоял на карла маркса тоже продавались эти вот трубочками и мороженое было вкусное которое возле универмага стояла в летние кафешка его там тоже мороженое мороженое вкусно не вкусно парус и самый вкусно парус парус это пивбар на кирова ну вот рядом летняя площадка это когда еще нет а я же говорю когда я помню это те которые до исторического материализма когда родились тогда я родились сироп и шоколад и крошу сверху или сиропом заливаю вы хоть что-то это перемешаешься чтобы кошня такая была вкусно ну и вот это уже взбитые сливки тоже я никогда не ела никогда не пробовала пока мы девчонки на работе в доме света ведь возьми попробую вот капусту жареную я не ела не не тушеную не жареную не не ела вообще вот в доме советов они мне попробую я стала капусту кушать почему-то она мне понравилась и попробовала взбитые сливки тоже понравились капуста козлячья еда дело в том что ведь тогда когда в нашу молодость не было же этих искусственных сливок для взбивания которые сейчас специально продаются натуральные были натуральные хорошие баллона мы продаем и в этих пакете в этих ну в банах татра пока продается тоже специально сливки для взбивания не там сторону с растительным маслом то есть чего не добавляют я не знаю но они хорошо взбиваются но это уже не натуральные жалкое подобие меня зато на рынке теперь продают сливки домашние я не знаю там вот с пол оборота венчик и все они взбиваются потому что они настолько жирные какие там 33 процента а владимир георгиевич когда работал на молокозаводе он привозил вот эти вот сливки и бутылки я говорю почему бутылки их вытрясти невозможно надо было нагреть но оставила в теплую воду чтобы вылететь из сливки они в продажу не поступали никуда не поступали они поступали владимиру георгиевичу на кондитерскую фабрику они не поступали в продажу да я же говорю что я отоваривалась в область полкоме там естественно хорошие но их там тоже не было я не знаю где куда они шли эти сливки они на сметану шли ой очень шикарно боже говорю аж вот а у нас котик был черненький такой котеночка мы подобрали и как раз владимир георгиевич работал на молокозаводе и мы этим куктика и молочком жирным закормили он извините обхезал все пусть есть бегал 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 а сейчас жирную а потом я говорю не не надо потому что но день два три а он все это я говорю не хочу такое и убирать же надо было и владимир георгиевич отнес его опять на завод к себе и потом через некоторое время приезжали смотрели такая охаря а он такой он был черный черный а по как это называется за ушками по холке у него полосочки пять штучек они шерсть нашла в обратную сторону вот прямо видно было красивый-красивый вот чориком звали ну вот он долго как будто он поликмахтерской только выжил но вот он долго да сколько он на этом на молокозаводе просидел да кто его знает но долго долго но он там да его любили он такой контактный прикольный код а еще же у него вот кончик шерсти седой и он так вот когда на солнышко смотришь он так черный и такое пищей что вот он или покрытый ним или серебром присыпан так ребята смотрю до сейчас я наверное уже буду выкладывать надо вот что сделать на промазать вот эта форма вот это вот хризантема называется вообще почитать на насколько времени хватает они же не вечные пока жарится в них только их будет хватать не это все руками делается ручками как владимир георгиевич любит говорить все ручками 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 ты часть души вкладываешь блюдо а я часть души вкладываю вот сюда я вкладываю вот вот ты же готовишь продукт это тыс для продукта ты же не глину туда будешь формовать кирпичи хризантема кирпич хризантема для внешней отделки берут я увидела вот эти всякие как она называется всякие такие извращенные способления берут формы такие всякие разные и делают так сейчас у меня на одной стороне получилось немного дай нет соединить хочешь это будет лучше эффективней но на по три я пойду руки пока помою чем она хороша эта форма что и вот раз и вот пожалуйста практически равномерно все там вот еще сейчас самое главное что руки не надо после этого быть воды то нет сейчас перед скажут хорошо я по глазам по ее по честному вижу это шума о я же говорю что ей понравится а сначала не от не надо сейчас она придет ли ей понравится да сейчас надо да теперь надо нет 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 а этой своей кружкой нет 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 у это много но ничего страшно это над мойкой надо делать ребята вы извините я пойду в кухню потому что не надо тут опытный это останется мне лишнего папа жинка у жинки тоже лишние бывают у папа на духовочку включила сейчас на маленький огонь и пусть 3 давай я не надо боже спаси ты шоу с ума сошел хочу да ну конечно продукт не пропадал так ребята вот она запеканочка настоялась если заготовочка для запеканки настоялась и я ее выкладываю в форму это представляете вот это вот с одной пачки творога я как-то сделала с двух и ловила это я так усиленно держит пленку защитную сделал протирал на пасху творог сида протер на хрен в двух местах а вы вообще ребята вот как посмотрите я вот читаю обязательно в комментарии все прочитывают у вас у вас если есть какие-то вопросы конкретные или предложение или предложение да вы не стесняйтесь вы пишите потому что ложечку с пальца вкуснее но все равно ложку то тоже надо помыть так ребята это я отношу в духовку у духовку на виловку так что вы спрашиваете какие-то там я не знаю потому что вот следующую неделю я занят у меня работа это работать мы вот выезжаем в это самое в евпаторию в ялту вот я еду нижнегорский значит там тоже есть дети там есть детские сады школы потихонечку до потихонечку уже культура в массы возвращаются тетки и дядьки живут детишек нет и тема какие что вас интересует вот я же говорю тематически давайте мы будем будем это воплощать так сказать елена владимировна будет отвечать на вопрос и если ко мне конкретный вопрос и расскажу она вам ответит мы напечатает отвечая отвечаю она у нас профи отвечаю так второе второе блюдо 1 тыщет у нас духовке сидит второе блюдо это будет салат а как он называется по без названий будем считать что мы в австрии ну в общем для этого салата нужно мягкая полукопченая колбаса корейская морковка огурец сыр ты ешь не пробовал уже фукаешь это вот а видишь государство делает но что я тоже не пробовала подумаешь а государство делает лучше чем часть не вот капусту в яблоки делает замечательно лучше чем участник частику бывает мягкая капуста это просто прелесть было и потом у нас участников цена такая на капусту на квашеную купить проще совсем обалдели все очень было все вкусно сырое а дачи тут нет да есть салфетки надо вообще моя без забыла купить так значится так владимир горчо ты будешь резать елена ты же знаешь раб божий чё скажешь что я и буду делать что-то мне да что я и порежу сейчас я тебе и а вот такое владимир георгий я вообще с него угораю он пользуется дома ножом которым точат карандаши вот такой а мне надо не не каждая отдельно не надо мне горкой нет я просто складываю красиво и теперь размер покажи сейчас покажу зеленый горошек чуть крупнее кукуруза тут ну размером кукурузу а я буду резать огурчик они не вкусные огурцы только запах есть хорошие не правда ваших вкусные огурцы капризная девчонка елена владимировна она с детства такая это я тебя ты не успеешь подумать уже получаешь не заставляй выражаться не цензурно ты там уже проявлялась а в машине это не не цензурно неправда ну и последний момент удержалась всегда была против матов я говорю бывает да такой вариант что доведут так что не знаю что сказать и анекдоты тоже без матов некоторые не расскажешь но не на каждом же шагу да елена владимировна как кингсайз нет да наверное будет много три куска я так думаю будет много вот вы обратили внимание не яиц нет это какой-то полу постный полу салат вообще странно конечно но этот рецепт я его нашла в старинных этих вот своих аналог где где в аналог своих и так удивилась пересчитала 22 раза нет яйца нет это тоже есть хороший анекдот это потому что яйца подорожали это ты потом это ты народу сейчас втираешь как она так зашла издалека вы знаете у нас яйца подорожали эти тут же салат без яиц это такой рецепт рецепт называется экономный посмотрим в конце концов если он будет невкусный что такое сварить яйцо и добавить просто привыкли что в любой салат вот в принципе идет так смотри хватит или резать хватит не надо это много сэкономили кусочек кусочек колбаски да а теперь открой морковку это что же надо так ножик примите пожалуйста вот еще лука тоже сюда я сюда все-таки нет лук зеленая я никак не соображу я открываю банки башку сворачивать так так эту кукурузу тоже открывать ненавистно мне морковку я люблю на корейскую нет я люблю русскую и что она кстати корейская морковка вот смотрели тоже эти передачи где ездят к ней не едят такую морковку и не делают это уже наши местные корейцы по придумывали это не у нас как они же давно заселились у нас давно переехали крым я еще работал на газоне на 51 уже у корейцев лук белый от них возил это были укра корейцы до конец этого они же арбуза вот эти ранние помнишь а их сейчас нет черное но темное большие первые корейские арбузы были они выращивали не уже в мае месяце были я елена владимировна вот это не люблю простой а его не проще тереть нет резать такого же размера колбаса но я умный какое даже можно мельче так что друзья кто будет смотреть нижнегородский район значит где-то дней через двадцать театр к вам приедет следите за рекламой и не обещай у нас театре все в порядке как и в любом другом театре я завтра работая завтра еду что как тебе я еду я равно все занят не надо не ну это ж не значит что театр не работает это просто руководство меня бережет и говорит мы съедем на троллейбусе все таки я не понимаю без салат без звука без любого это это не зала без сужен одна зелененький как три рубля ты же и паспорт успела посмотреть я вот так да да мастерство не пропьешь что-то саня лёша недавно попросил найти меня там купюр одну а у нас я собираю все эти купоны уже показывали когда-то все эти купоны при украине которые были вот это то что когда в магазин идешь вот такие листы расплачиваешься половину планами половина рублями потом гривны пришли тоже купоны написано было ну и у меня образец 20 гривен а честно выводить все мысль мысль ушла потерялась это фестиво антического недопивания лена так хорошо и же это отлично сейчас мы отлично даже я не знаю кто-то любил кто-то не любил но она преподавала так вот вы понимаете она и строгая и вместе с этим все отлично да ответила все правильно но у нас учитель русского языка была шикарная людмила юрьевна царство и небесное заслуженный такой для меня заслуженный учитель потому что прекрасно не только для нашего выпуска я не знаю кто-то любил кто-то не любил но она преподавала так понимаете на и строгая и вместе с тем настолько интересно она любила предмет она любила свою работу она настолько интересно преподавала литературу и язык и в общем строгая была учительница но еще еще просто не знаю я вас немножко поснимал в прямом эфире людям нравится так что почему вы людям мы не должны нравиться два таких приятных пенсионера увидел кусочек на достание отрезать пусть оценит пришел говорит увидел наследил отрежу нет не пожалел а сэкономил что он экономить странные вопросы вы задаете мадам только не хочешь к этому отрезать к чаю это не чай это кофей пожалуйста что еще и потому что сурок у меня сейчас будешь все это перемешивать с добавлением майонеза ну и пробовать естественно потому что я пробовать не умею все это перемешивай это высыпать я сейчас перемешиваю без этого так солить перчить перчить ролик потому что там и корейская морковка ребята ну мне на соль пробовать нельзя для меня не соленая но если даже на соли не соленая сейчас солить не будем вкусно стоит ну-ка на независимый он зависимый ему все ему скажут соли хватает ребята салат шикарной просто шикарной прелесть но нет надо солить я бы немножко и перчика добавил перец можно сейчас для пикантности очень вкусный вот так тебе неожиданно правда но это я пока не буду потому что он выпустит там огурец огурец обязательно до слова колбаса не даст воду сыр тоже не даст так как то мы все быстро готовим ему очень быстро потом ударники в хлебопекарне значит надо сейчас сделать перерыв пока просто поговорить и пообщаться потому что у меня осталось а у меня печень еще у меня еще и почки остальные органы не на месте не отсутствует сдала а я уже все думаю не 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 ребята наверное я делала в институт распалтологии у меня печень короче говоря пересадка органов это по-русски это вот это вот мудреные эти слова а нам поступила команда улыбаться а я буду по команде мы не улыбаемся ну сидя я не умею что говорит я тебе пудель дрессированный чтобы танцевать значит ребята салат готов запеканка в духовке сейчас владимир георгиевич порежет вот таким вот образом смотри луковку я ее пойду обжаривать с добавлением чуть-чуть сахара сами понимаете чтобы она карамелизировалась луковка имеется ввиду ну лук он а луковка она добавлю туда потом это все будет на кухне происходить дело чтобы вы не увидите добавлю туда сметаны столовую ложку и добавлю очень вкусная горчица называется медовая я ее купила от нее уже все осталось ее съели но на приправу хватит это все на соус хватит это будет молочный сметанный сметано сливочный соус для печени печеночку я с утра помыла она у меня стекла вот таким образом мук да давай сюда на одну уже тогда сбросить какой у тебя талантливый ребенок муж все умеет не будет подаваться отдельно я не буду смешивать жареную печенку тушить ее в соусе томить нет она будет отдельно подаваться в соусниках но у нас их нет в розеточках и макать печеночку этот вот и будет я не знаю не делала никогда попробую в общем пойду сейчас я Владимир Георгиевич давай рассказывай что-нибудь что рассказывать сейчас надо тему какую-то придумать я все про наш родной Симферополь как вам нравится я про культуру не закончил мы уже в зале принимаем 40 40 человек то было а зал на сколько мест у нас там а я точно не помню но где-то под 90 ну с учетом там балкон партер ну в общем короче говоря да потихонечку отпускаются вот эти вот меры предосторожности хотя вот все говорят и по телевизору я слышал что дети дети ну вот примерно где-то до 10 лет они не очень вот этот вот ковид воспринимают как-то детский организм ковид боится детей потому что это дети даже существо непредсказуемое не могут так сделать что этот бедный ковид сдохнет навсегда так что вот ведет потихонечку начинаем выезжать медленно но уверенно я так думаю я так думаю что с лета с лета уже с каникул уже и по лагерям наверное будем ездить по детским садикам ну потихонечку потому что к нам на стационар группы приводят да вот как раз примерно одна группа воспитатели и кто-то наверное из родителей так сопровождение но детишки довольны у нас в этом году четыре премьеры уже есть и еще две готовятся и опять москвичи приезжают будут ставить и кто-то там еще откуда-то приезжают что-то будут ставить работой хватает я не столь оптимистично в плане лета поскольку майские праздники грядут и будет опять много приезжих ну и что новый год прошел у нас очень нормально даже всплеска не было да да не было всплеска все у нас сейчас 20 человек нет 60 60 ну а было 150 180 вылезло когда последние вылезли 50 человек до этого было 23 26 да не знаю я не столь оптимистично по прошлому году просто прекрасно мы отсидели два месяца мы отсидели вот это два месяца заболеваемость была низкая там вообще 13 человек а потом когда открыли с 1 июля в июне то еще только свои отдыхали но местном разрешили а когда открыли с 1 июля то и до 300 сразу и заболевали ну не до 300 там 220 было и 360 ты или было да ух ты ты как то это пропустил да я в общем то и не слежу за этим поэтому я и говорю что знаете вообще он пророчат что в сентябре на дистанционку дети уйдут опять учиться ну посмотрим они и так образованием то не блещут а на дистанционке вообще это не образование я считаю образование это вообще очень больной вопрос дети которые хотят учиться они учатся да но те которые они ну такие скажем так нормальные средние дети которые не хотят учиться которые не то что не хотят но по каждому поводу рады чтобы не пойти в школу скажем так да не ну это все да и мы из таких да точно такие же были мыли на абсолютно нормальные дети были ну я не знаю где какие дети я вот никогда не хотел учиться не ну после каникул охота была в школу на 5 минут ну на 10 перегурила и домой не смотря по дням какие эти были у меня например когда была предмет химии мне вообще в школу не хотела идти у меня были очень утянуты отношения с учителем химии хотя она замечательная женщина зато потом когда выпустились в городе встречая встречались ты помнишь как да ой это мои любимые прям да не ну я то с ней нормально вот у вас что то дружба не пошла она да она очень грамотная ну во первых она требовала вот на хрена мне химии если вообще не собиралась даже намека не было на то чтобы ты могла хоть дома правильно самогонку выгнать требовательно было очень до дома и грубая скажем так не грубая жесткая грубая тем не менее а как с нами иначе их это с нами не как это сейчас не как лена мы в свое время были ни крик не да причем ты не выдумывай ну да сачковали да но учителям никто не ханил не грубил не оскорблял учителей это не модно и не дай бог да вот я не хочу не хочу это больная для меня тема уже настолько не согласна с этим нынешним отношением к детям делают из них каких-то совершенно не приспособлены к жизни людей вообще никак это ребенка заставить мыть 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 для себя класс привести в нормальное состояние нельзя ребенка заставлять это вообще нельзя накричать нельзя ерунда какая-то полная ну ладно это правильно я была правильно было обучение в ломоносовской дежурный снаряду и дежурный своего однокашника розгами потом меняются местами дежурят по очереди я представляю сейчас это кошмар конечно все правильно знаешь бить и определяет сознание нет но всяком случае что такое ученику замечание сделать а розгами гладить это как-то не очень так печеночка у меня подготовлена каждый кусочек в муке к чему твоя печеночка подготовлен и на скверотку нам сейчас лучок жарится сейчас туда сметану а сахара надо не забыть погода испохабилась в конец сейчас вы знаете так хочется на рыбалку съездить и чё-то мои кореша никто не за самые аморфные стали старые все им лень ну может быть и ловли не ранежно но узнают перед чем поехать на рыбалку как-то мнение я вот разговаривал позавчера ну где-то два дня назад зекой поехал там вышли на морскую рыбалку два ведра ставрида пикша селедка все идет рыба есть ловить надо уметь поедет на рыбалку еще раньше делить отдали там кому-то одному сбросились отдали я поеду на рыбалку ребята вы знаете я честно говоря не еду не за рыбой я еду отдыхать я получаю удовольствие положительные эмоции свежий воздух ой ну это просто чудо можно конечно взять 280 рублей пойти купить килограмма карпа вот такого вот ну тогда этих симптомов не будет печень расширена алкоголь не или нет что нет скажи мы не пьем на рыбалке хорошо а когда я за рулем но тоже ночевкой ездишь ну когда с ночевкой вечером можно это чтоб комары не кусали там комары вокруг ставков попали так комары алкаши они как раз ищут кто уже бахнул же похмелиться можно конечно иришку взять катерина там тоже кстати говорит я бы тоже поехала надо просто найти хороший водоем чтоб она была вот там там где обязательно рыболовец вот это последние два раза ездил до шоу вот я это тоже вот сижу раз я взял трех карпов таких ну килограмма по полтора все хватит а просто сидеть одному скучно ну еще в компании там что-то пожарил там не обязательно по 100 грамм ту же самую рыбу очистил и пожарил пока не пришел контролер не успели взвесить так как же ты был ловил рыбу закончил рыбалку приходит контролер взвешивает ты оплачиваешь она получается по цене такая же как и дорого так лучше не на рыбалку лучше просто выехала сел там и сиди смотри на природу отдыхает ну там не живописное место водоем небольшой ну там а вот куда я ездил до этого бахчицарайский район там да там живописно там эти кущи и деревца там там и домики есть принципе там можно и заночевать там один козырный домик едва такие полу козырные несколько стоит 1200 сутки доме охренеть рыбалка и поймаешь одного карпа за карпа заплатишь и за домик ты не там нет там отдельно за рыбу не платишь там приезжаешь платишь 1200 рублей за сутки сколько поймаешь ну и мы словили тогда вот ездили а вот и даже ездили я катерина и ириша поймали уже все говорю последний раз закидывают и уезжаем закинул бас вот он те красавец приплыл а мы когда помнишь ездили на водохранку да вот когда с этим с олегом дядя леком да там же там же что-то не платили же ни за что но они многие многие взносы общество копейки да я заплатили вот мы ездили они что мы ловили тоже черная сколько рыба ну тоже не всегда раз на раз не приходилось но рыбалка это вещь такая тем более рыба она страшно капризна чуть ветер поменялся вот допустим северо-западный ветер рыбалка идет юго-восточный там или какой-то северо-восточный все нет клёво чувствует это вот у рыбы ты знаешь вот это средняя линия да она вот чует вообще с рыбой беда рыба дороже мяса причем у нас открыли точку на нашем рынке и живая рыба но там только что я видела пеленгаз карп и карп и все карп карп и обычный карп зеркальный карп и пеленгаз пеленгаз таврида хамса сейчас я хамса свежая соленая я подходил смотрел но свежая говорит мне свежая на это следующая масло хотела сделать подошла там спрашиваю ну была я подходил надо да нету проблем мы купить рыбы нет есть есть проблема я вам захожу взять филе только пангасиуса филе больше никакого другого нет да хек но я уже про мужу тоже рассказывала или хек есть но я за год не всегда заходила моего хотела взять я моего 360 370 рублей килограмм мой вы это мало у нас мы кушают все жареную взять это получается почти 1000 взять 2 килограмма хватит на всех я понимаю так это же 2 килограмма говядина в принципе да она по цене да дело в том что рыбы все равно не наешься жареные с него взять 2 килограмма да это как лакомство для меня как лакомство нет я вот последний раз друзья ходил по магазину взял баночку лечи но поскольку я его не очень попробовал ну лечи лечи да все а потом я взял пару филюшек хека по моему филюшек так слегка обжарил раз вот этой штучкой вы знаете лечи вот это получилось очень вкусно очень даже вкус аж мне даже захотелось повторить а у нас кстати четвертый раз четвертая попытка сирень выбрасывает почки но сейчас выбросила такие уже уже вот они уже лобнули еще лист не полез но уже а я кстати не обратила внимание кизилл закрылся нет минус 17 он зацвел вообще парадокс ну да как и сделает а минус 17 а он зацвел я как-то иду сейчас внимание не обращаю там потому что с плющом и плющ вечно зеленый так сам интересно вот плющ везде растет как зараза вот к не в землю будет расти привезли мы от димыча салу что и плющ этом надергал мне в багажник на совал я приехала по втыкала везде где можно весь загнулся не тут но мне кажется с этих его выдрали с клумб у нас две клумбы ни одна клумба вас клумбы мне кажется ему выдрали чтобы он не рос то нет но загнулся или вот что-то как-то неправильно обрезали неправильно он его с корнями выдрал обрезаны конечно значит везли неправильно может корни подсохли что сюда засохли как он же еще лежал как приехали сразу воткнули ну что-то не пошло земля может отвратительно сирень сорняк а плющ блин культурное растение очень красивая я хотела просто плющом забор с соседями сделать заплести живая и запустить она там лишь уж будет запустишь можно было запустить его по столбам нет не надо плющ там виноград у меня и что вкусный сколько ну все был урожай тоже я его обрезал на вот этом сейчас елена владимировна будет готовить какую-то одну такую страшно вкусную вещь а я вот занимаюсь фаршиком фаршик куриный может из петуха я не знаю но что-то летающие так ребята сейчас владимир георгиевич вымешивает фарш фарш куриный фарш можно любой лучше куриным быстрее готовится а я сейчас замочу сушки в молоке и это будет фарш суши фарш и покрытый матом сыром причем сыр не на терке а надо будет тоненько-тоненько порезать и просто закрыть пластины закрыть челунок сушки челунок раньше наши туристы брали в турцию может быть сейчас я подогрею молоко чтобы молочке размочить так катюшка купила он салфеток о целую бадью только проговорила что салфетки закончились она тут раз как прямо она твои мысли чудо пшить по обманывению волшебной палочки а тут они как раз есть женка у меня готова запеканка готова запеканка осела я прошу прощения надо пойти как-то помыть руки где-то еще терпеть осталось совсем чуть-чуть через 15 минут будет вода меньше 15 минут сидеть вот так вот нет надо будет все абсолютно поперемой потому что уже опять все наверху все вот так все заставлено так и сейчас владимир георгиевич придет мне на смену пашеского корову а я пойду поставлю подогрею молочко даже не знаю в какой его емкости а наверно саша подвинется достанет ли там вот эту вот глиняную большую форму чтобы я в ней замочила сушку я думаю что ну наверно ничего больше не надо добавлять можно было помидорчик у меня пол помидора есть хотя можно попробовать сейчас сделать еще помидорчик положить час час мы будем импровизировать и зеленой владимировны получился бы такой классный не орущий старшина в армии так смотрит и орать не надо уже сразу начинаешь трястись и делаешь я давай 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 сыр надо порезать смотри размером вот накрыть бублик образец ну вот смотри лин в общем то даже свисает чтобы он накрыл фарш вот я так я так и подумал мысль была правильная у меня миллиметр до толщина вот порезали помидорчики теперь режем сырочек это помидорчики будут накрываться сырочком а вот эти вот баранки или как они там называются челноки ведь они будут накрываться помидорчиком тут есть такие вот тоненькие есть такие есть так ребят я лако подогрела раз два три сколько нас человек я не знаю хватит наверно сыра ли ты режешь сыр не пропадет руки руки если что вы шал зайчик погулять 8 9 кстати когда-то делала маленькие баранки такие те которые пиву раньше продавали они вкусненькие солененькие но дело в том что я делала они мне точно так же в молоке лежали ни хрена не размок зубы мы об них слова я думаю что линкой ну хватит и хватит уроки если что от куска съест от куска вкуснее жарковато духовка и эти конфорки все включены прям жарко я говорю после сегодняшних выходных надо выходные брать хотя вроде ленивно при так пообщаться с вами общаться с народом это всегда приятно это вкусно это фиг его знает посмотрим вот это уже можно кушать тюря получается хлеба набросала в тарелку молоком залива на я в детстве кушал это нет оттуда я вот мне нравилось тихого дома не очень нравилось да и сейчас иногда горит конечно томат смешать с подсолнечным маслом только с ароматным порезать мелко лучок туда и хлебом вот так вот вымакивать посолить о вручение с кулинаром и не не это с детства помню нравилось мне это так ну и вот ли помидоры смотри там духовка ты это подвигай к себе я сейчас это все выложу сюда ты можешь накладывать фаршик только так ник не кусочек ложечку дайте больше что ты говоришь вы прям читаете мои мысли экономика должна быть экономной так и размазываем вот так вот пальчиком нам только днище надо ну да чтобы они ни хрена не мягче но еще туда пять минут не пошло пусть еще чуть-чуть полежит это просто это пусть чуть-чуть поводитая все-таки жду воду 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 . вот тут где-то да не одна слова тебе господи салфеточек много ты посмотри вот такая была высокая как ничего страшного погода свою портится портится но на завтра дождя не нарисовано то на той неделе открыла так на 10 дней дожди нарисованы были в начале недели но вот что то нет нас опять дождики были но все равно каждый день что-то там капает ну да она должна там где-то хотя вон видишь водохранилище ни хрена не наполняется как не наполняется вот сиферопольская более чем на полметра за один за одни сутки где-то я вот прочитал это буквально то там саня тоже читал что они читал на работу пришел поехали посмотрели после отдать и как снег таял это еще на два метра меньше стало здесь всасывается да нет да там точно что-то такое сделали потому что вода уходит это не меньше надо взрывать эти карьеры там по карьеру там повредили видимо трещины там хорошая вся вода ушла все ну как-то нашел первый засушливый год у нас нет но чтобы вот так вот мелело такого не было никогда не было да да такого я не было не было не было а сейчас просто где такое впечатление что кто-то там хочет построить жилой комплекс новый просто вот на этом месте даже догадываюсь кто но не будем говорить но думаю да потому что ну так а там же не вот участь оставят ручейком да там под скалами там как раз строить неудобно по что там же же тот самый гранит то говорили что почистят вот этот вот перед плотиной вот эту саму штуку буду забора да но не знаю показали водозабор вот по телевидению севастопольский то что он не такой большой неужели на весь город хватит там такой-то район определенный не ну и ну давай добавка к этому это же не единственное там слава богу сообразили сколько лет бельбек свои воды в море сбрасывали а теперь сообразили наконец-таки что надо все-таки собирать давайте сбить бельбека водичку лучше пить будем так везде альма впадает тоже там уже совсем пересохла раньше я еще помню пацаном такой прямо хорошо она шла впадала за пруды были такие ставки при не за пруда его и в море прямо она уходила относила даже когда наш туда в район этого углового углового да песчаным она впадает влево туда она нападает достаточно была большая река ну и вот это же счет амрика до перед альмой как она называет кача бельбек нет еще ближе чуроксу а по-русски она как-то нет но и не я не знаю такой реки есть она небольшая ну там всегда была вода все уже пересохла уже последние года наверно три я вот езжу в севастополь смотрю все уже воды вообще нет и теперь сколько на дожди я все выложу я все выложу сейчас смотрю пять часов ты тут рассказывать что делаешь я побежала мыть посуду я смотрю как ты выкладываешь смотри разговаривай рассказывай про сады семирамиды которые были прекрасные бакчисарайском рынке сейчас правда восстанавливают сады все смотрю очень много вот это жалко персиковый здоровый сад на надо восстановить его там же персики шикарный хороший был сад очень не вот где сейчас татарский район вот как валу что ехать где не в пионерском и забору заречная вот на повороте здоровый вырубили нафиг сад шикарный самое интересное что он был сад его потом поменяли на пальмета там был розмариновый сад до розмариновый сад был пошла вода все ребята вы меня извините я пошла возьмешь что тут общаться колька надо да я же сказала не коронии крысятничать хорошо положить значит положил примял не примял примял тоже дно этого все примешь положил меня применять не надо просто большую ложкой положил сверху эти помидорки ничего не забудут не забуду мать родную елена владимировна еще говорит нет я старшиной не смогла смогла сила и воли вы вот это будем вталкивать иначе старшина страшнена против да не дай бог это все до конца дней попал в контур всем привет для этого фарша надо два мешка таких баранок а чем будет еще из фарша сегодня ничего то я не сегодня что-то будет ну да фарш в принципе не пропадет его можно с чем угодно можно с яичницей можно с макарошками можно в котлетах на котлеты сделано беточки баба дело вот я смотрю как или на воде на можно в суп беточки скрутить тевтельки не надо делать такой судно сделай лучше гороховый любите гороховый мама знатно у нас делаем гороховый супец такой всем супцам супец как саня говорит вчера а супа что нет кончился суп так ну в принципе поняли да 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 раскладывается все да вот так вот не сильно сверху кладется помидорка помидорка и накрывается сыром да и запекается какое-то энное количество времени наверное пока фарш не приготовится фарш уж надо приготовиться такого когда-то такое количество этого фарша и потом же сырой то все равно есть нельзя не ну можно шкурин так вот где большие куда побольше помидорчик там вообще на некоторые можно вообще не ложить она некоторые я без помидорка все дело точно на все и не хватит помидоры же пол помидортика как они парниковая даже не парниковая не знаю какие в общем отвратить то над нами вверх ногами двое сыра на какие-то два надо побольше положить они я понял те которые без вот это я сюда оставшийся сыр выложу ведь за это будет нормально для меня моего я в принципе не представляю как можно любиться особенно расплавленный нет он же я знаю ты на меня намекаешь я его люблю ну я просто не расплавленный там совсем вкусный любой причем даже вот так ешь дорогие сыр да там с горчинкой там с ореховыми там однотками да то с цитрусами ну всякие разные сыры с разными привкусами а расплавленный берешь самый дешевый российский плавишь и шикардос вот это вот сюда еще один совсем вот и рядом а мы вот так вот вот такая картина иди маслом насколько надо это поставить до готовности поминутыми это принести это тебе удобно довольно симпатично получилось посмотрим через этого запечется так она запечется еще будет красить сыра плавится и будет красиво пробуем и говорим я сказала что не соленая даже сладко вообще не соленая тебе нормальные катюша как это я понимаю печень солить нельзя когда готовить а эти теперь печень как с соусом вкусен это пожалуйста соус вообще соус вкусно это очень оригинальный что ты боялась они не размокнутся размоку да я боялась а это что это запеканка в первый раз меня угостила знакомая и вот как она рассказала как она их делала вот она именно говорит что я беру противень этот делаю закладку немножко наливаю наливаю молока да и сразу в духовку и они вот форму не теряю круглые и мягкие я смогу как пробовали вот так как лёха говорит сразу вы допишите я пробовал не получилась кем-то молоком наверно испаряется молока больше можно будет больше гореть нет 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 надо все-таки их размачивать в молоке как я их сделала вот так вот в общем кто такие штуки делал напишите комментарии оставьте просто интересно ну вообще довольно интересная штука она была как именно мини-пицца ну полезная колбаска мелко сырочек помидорчик просто соус и куда мы вкладываем все это вот у нас серединку сверху вот тут вот она маленькая такая была ну да на один раз а важно из больших бубликов делали как ну отлично причем бублик можно разрезать лен пополам и пошли извращение нет а еще можно взять ликешку вот эту вот так ребята я настоятельно рекомендую мне очень понравился салат на удивление такие тут ингредиенты был какой-то праздник и сегодня день солнечных детей сегодня день кукольника судишь точно как он называется это хима это бупельмейстер 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 да так я хочу так спробуйте с этим печенку с я посчитал их 4 так печенка сама по себе ребят вкусно но соусом она прям играет новыми грошками акварельными ездишь и пожалуйста всем есть 4 кушайте пожалуйста салат не да мне тоже понадобится на удивление в общем ребят вот такие посиделки получились как получились вы комментарии обязательно оставьте сейчас я еще попробую все остальное а то мама же не устанавливается сейчас все все попробую достойно я еще сам салат не пробовал мне кажется сюда еще картошка фри будет классно ее надо в соус понимаешь тут даже нет яйца а соус из кто сделал он такой сливочный луково сливочный горчичный скажем так вкусный соус соус очень вкусный он мне напоминает вот эту вот горчичку да но он очень нежный да ну да это же называется соус от мамы Лены это мамин фирменный мне бы конечно туда бы острым тебе острым? ну вот такой я у меня есть старые леды я здесь брошу паршечку да она это ну он правда такой сливочный горчичный получается нет 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 вот хорош не хватает остроты в жизни вот в общем да чего я хотел сказать то еще еще запеканочка надо попробовать запеканочка молочком сразу давайте нет это потом по боже ммм нежная нежная в общем для новых зрителей вот такие раньше у нас были посиделки каждое воскресенье объемнее они были немножко да только ну немножко это мы просто чуть подзасохли и забыли как это делается квалификацию потеряли да так вот выглядело это вот так там всякие там фотографиями со старыми когда-то бывало в общем на всякие отвлеченные темы еще помимо еды потом мы приходили и так же вот садились и ели все это прощали с вами и все так что мы сейчас сейчас Алексей все допробует что-то расскажут все таки отсутствие воды внесло свою свою корректировку в правило без воды конечно печалька саня вот зависть со вторым каналом не хватает ему воды для развития а воды вообще не хватает не только для развития не хватает ни для чего не хватает ее для жизни не хватает хорошо к крематорию вода не нужна работает две смены ну мама пять часов ее как в щу как ураган уносит сразу к мыть чтобы перемывать стирать стирать стирка уже машинка колбасит все как положено единственное в этом деле хорошо что выдерживается график уже как-то привыкаем к нему что знаем что сейчас воды нет но она это плохой график не хочу к такому привыкать хорошо хоть такой а то раньше отключали воду ты собрался только стирать бац выключи без предупреждения это что нормально ну так у нас совсем бывает и свет бывает вырвают где-то авария где-то что-то кто-то делает нет когда по аварии или там какие-то ремонтные работы это понятно а когда вот ни с того ни с сего оно пропадает просто они в кону в этой ремонтной работе ну так чтобы не соврать ну последние 7 лет ну правильно все восстанавливается все ремонтируется каждую неделю я же говорю уже рассказывал что в новостях у нас не каждую неделю каждые два дня объявление в Сиферополе и Севастополе не будет света да в район меняют линии два дня проходят в Сиферополе и Севастополе не будет просто они так всегда это пишут глобально вроде как Севастополь и Сиферополь останутся без света на самом деле там 2-3 улицы пару переулков меняют линии опоры не ну как это самое как ты пушку делают или меняют сколько она улиц обслуживает а сейчас вы или сколько то я не помню денег на канализационные вот это водоканализационные будут менять ну мы на среднюю улицу скрыли все люки поменяли сейчас что нибудь найдут на Козлово вскрывали ну там ливневку здесь и ливневку ну и зачистили ливневку уже капитально пробивали потому что там серьезно разрывали еще меня удивила новость которую сегодня написали вчера что автомойки Симферополя все используют питьевую воду ребята покажите мне хоть один город в нашей необъятной где специально к мойкам подведена отдельная техническая вода я хотел это посмотреть только к пожарным ведрантам покажите мне такой город я хочу там жить в этом городе где в туалеты и в автомойке подводится отдельная техническая вода кто-нибудь удивит в таком счастливом городе? ну да у нас здесь где-то питьевая вода она как подается в общую систему так общей системой все ей пользуются и огороды поливают и машины моют и все это питьевой вода кто говорит очистка сважда дорогая меня удивило почему это вдруг опубликовали в новостях ну почему это вдруг такое в шейферополе 170 моют пользуются питьевой водой значит моют будет меньше нет их и так было 300 тогда поубирали их ноги поубирали как так круговую сделают нет это лунные хозяева делают воду забирают фильтруют и отстаивают и запускают по новой да и потом вычищают просто вот эту вот ну да это получается дороже такая мойка в 100 рублей как у нас в машине не получится тогда тогда надо будет сидеть дороже вот так вот принципе petite помимо все и пробует она также утром в 4 часа встала у нее первый завтрак в полпятого потом второй завтрак полшестого третий Первый завтрак у неё после Саня она доедает, то что Саня не доела, третий завтрак она доедает за мной, то что я не доел. Ну и потом перед выходом на рынок она ещё подкрепляется, чтобы не потерять сознание на рынке. Потом приходит, у неё начинается первый обед, потом начинает готовить что-то пробовать, потом тихий час, потом второй обед. Что никак я не пробую, когда готовлю, а вот не получается до конца уж сбрехать-то. Ну салатик очень интересный. Да, прямо просто я не знаю. Ребята, я ещё раз говорю, если кто будет повторять блюдо, пишите комментарии, очень интересно ваше мнение. Не, ну салат я не... ни картошки, ни яйца... Такие продукты всегда есть в доме. Да? Да? Особенно вот корейская морковка. Мне она нравится, я люблю корейскую. А мне салат вкусный на 70%, потому что у меня 26 зубов. Было бы 32, он был бы гораздо вкуснее. Тем, у кого меньше 20, такой салат есть в 9 медузе, потому что вы ничего не разгрызли. Да вы кукурузу не поймаете. Не поймаете, да, я даже ловлю. Так что салат такой оригинальный. Если у вас в гости приходят безумные гости, чтобы сэкономить его, предложите в этот салат. Они по ложечке возьмут и будет очень долгое вкусно. И сухари добавьте, да? Ну что, попробуем. Будет прощаться. Я запеканку. Сухари попробовал. Отрежь кусочек, я попробую. Вот с салатом она очень вкусная, я уверен, будет. Ребят, запеканка у мамы невкусная в принципе не бывает, потому что довольно часто ее делают, и мы ее с удовольствием едим. Я же говорю, что она вкусная? Лена, если мне кусочек, можно? Да ради было. Вот с этой, да-да-да, там где меньше сахара. Одинаково. 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 Не, ну вот так вот. Опа. Сейчас. С салатом вообще супер. А без салата? А без салата она не супер. Сейчас Георгич скажет. Да я даже не пробую, я скажу, что это шикарная вещь. Молоко-то надо, если нет салата. А молоко есть, я не знаю, что такое пить или нет. В бублике, в котором я размачивала. С крошками, в которых что-то плавают. Слышишь? Это хлеб. Плавает там. То неколепо, то бублике. Ну, на тайну отсюда. Всё, все попробуем. Рассказывайте про запеканку и будем заключать. Запеканка. А чё про неё рассказывать? Просто супер. Запеканка она едет запеканка. Зубы реально не нужны. Просто кушайте и наслаждайтесь. Мне, конечно, больше она понравится с молоком. С кефиром. С ряженкой. С аэрином. С чаем. С чаем. С чаем. Нет, чаем не понравится. С чаем мне нравятся бутербродики всё-таки лучше. А вот с молочком прекрасная вещь. И с сахаром мама всегда в этом отношении угадывает. Оно мне не бывает. Но всё-таки лучше, я думаю, с кефирчиком. Вот он кисленький, а это сладенько. Очень вкусно. Очень. А что здесь было до меня, я увижу так же, как и вы в записи. Я не знаю, что там было для меня. Что там было? Значит так, соус удался тоже. Значит соус хороший. Бублики хорошие, запеканка шикарная, печень вкусная. Ну всё как всегда, всё вкусно. И шанжак неплохо пошёл. Мамин. Морганцовкой. Вы же едим и сразу желудок чистим. Ну ладно, всё ребята, я уже всё. Ну ребят, будем заканчивать, да. Надеюсь на следующие выходные уже получится у нас куда-нибудь выехать к морю. Естественно вам всё это показать, рассказать. Погода вроде как должна уже наладиться к следующему выходному. А должна. Надеемся на это. Так что всё будет, начнётся контент как положено. Всё. Всем пока. Подписывайтесь на канал, на всё что найдёте в описании. Лайк с вас или дизлайк, если совсем не понравилось. Так что, как-то вот так. Но мы старались. Так что, перед тем как ставить вот это, подумайте хорошо. Потери вода ходят на море или нет? Иначе перекоп перекапывается. Ну всё, до свидания ребята. Будут вопросы задавайте, постараемся ответить. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Кому-то да. Кому-то да. Кому-то да. Кому-то да. Кому-то доброе утро. Кому-то спокойной ночи. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.